Всем привет! Бывший народный депутат от партии регионов Алексей Журавка, который в 2014 году сбежал из Украины в Россию, написал на своей странице ВКонтакте пост, в котором призвал Российскую Федерацию устроить жестокую экономическую блокаду Украины, а также призвал Россию создавать в Украине здесь диверсионные отряды, которые бы занимались ликвидацией неправильных, по мнению Журавка, украинцев. То есть тех украинцев, у которых другие отличные от Журавка политические взгляды. При этом бывший регионал признал, что от такой жестокой экономической блокады в Украине в первую очередь пострадают простые обычные граждане, но все равно призвал Россию ее устроить, потому что ну а когда вообще регионалам было не плевать на людей? Да они всегда украинцев тупо ненавидели. Я об этом пишу и говорю еще с 2010 года. И вот очередное тому доказательство. России и Белоруссии пора действовать по Украине, уже несмотря на США и их подсвинков. Дорогие друзья, я украинец и не стыжусь этого. Не сегодняшний украинец, а вернее сказать до 2014 года. О как! Оказывается, есть такая национальность украинец до 2014 года. Какие же они там все-таки все поехавшие? Не откажусь до последнего от паспорта Украины, даже если Украину исторически создали искусственно. Мы все помним, как создавалась Украина. Я знаю, что большинство людей с украинским паспортом это нормальные, адекватные люди. То, что я сейчас скажу и напишу, хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Есть мудрая украинская пословица, поны бьются у холопьев чубы трещать. Вы простите за столь жесткие мои слова, но сегодня надо прекратить поставлять Украине ГСМ, нефть, уголь, электроэнергию, другие сопутствующие материалы, химию, что позволяет развивать раковую опухоль фашизма, нацизма, русофобских, антибелорусских настроений, а также подпитывать войну на Донбассе. Я понимаю, что в Украине от таких действий могут пострадать нормальные, адекватные люди, но сегодня необходимо эту блокаду сделать, чтобы не было чем кормить это взбешенное малое количество агрессивных фашистиков, полицаев, всякое требье в лице Порошенко, Зеленского, Яценюка, Тимошенко, других политических деятелей, которые разрушают наши отношения между Россией, Белоруссией и Украиной. Ну, окажется, это не оккупация, часть территории Украины разрушает наши отношения, а Порошенко, Зеленский и, прости господи, Яценюк. Вот это, друзья, вся суть наших пророссийских политиков. Они настолько ненавидят свою собственную страну, они настолько ненавидят Украину, что уже открыто призывают Россию нас всех задушить, уничтожить и так далее. При этом они же отлично понимают, что если даже вдруг такая вот блокада будет организована, то как раз Яценюк, Порошенко, Тимошенко от нее пострадают меньше всего. А как раз больше всего пострадают бедные люди, незащищенные категории населения, пенсионеры, то есть простые граждане. И, кстати, Журавка так и пишет, что да, пострадают адекватные простые люди, то есть, по сути, во многом избиратели тех же пророссийских сил, да, но это ничего. Не надо с этим и считаться, это какие-то пустяки. Подумаешь, какие-то пенсионеры замерзнут, останутся без лекарств, без пенсии, кто-то помрет. Это вообще фигня, не надо с этим считаться. Главное, наконец-то, сбудется мечта этих людей, и они смогут сделать Украине плохо. А вот что этот самый Журавка пишет дальше в этом своем посте. Так как США и Европе все можно, то России и Белоруссии тем более можно все. Создавать в тылу врага партизанские отряды, помогать каждому украинцу, русскому, кто хочет бороться с этим бандеро-фашистским злом, создавать подпольные организации, которые будут уничтожать отморозков, зигующих, разжигающих ненависть между нашими народами и таким методом потихоньку избавляться от воинствующего государства. А вот это уже призывы к России отправлять в Украину диверсантов для расправы над неугодными, по мнению Журавка, украинцами. То есть бывший украинский депутат призывает россиян расправляться со своими же согражданами, со своими же соотечественниками, которые ему не нравятся. Подчеркиваю, это пишет бывший депутат Верховной Рады. И вот это очень важно. Я сейчас для вас это все доношу для того, чтобы просто, знаете, в очередной раз напомнить, почему был нужен Майдан, почему он вообще случился и почему не было другого выхода. Вы знаете, что многие со временем стали сомневаться, а был ли он нужен, а можно ли было без него обойтись. Так нельзя было обойтись, потому что вот такие люди были нашей властью. И они совершенно уже не скрывают, что их цель состояла в том, чтобы просто задушить, уничтожить Украину, уничтожить всех нас. Они нас настолько ненавидят, что они даже не считают нужным этого скрывать. И у украинцев не было другого выхода, кроме как защищать себя, защищать свою страну. То есть можно сколько угодно там рассказывать, что тебе не нравится Майдан, но не было другого выхода, кроме как избавляться от таких выродков. И вы видите, что как только они сбежали туда за границу в Россию, они перестали стесняться. Они уже открыто призывают к расправам, к уничтожению нашей страны, к блокаде. Призывают не считаться ни с какими жертвами. Они понимают, что пострадают обычные простые люди, но им на это плевать, потому что они всегда нас ненавидели. И очень важно вот эту информацию распространять. И опять же для понимания, что это только часть их убежала туда в Россию. И не стесняются и открыто пишут те, кто уже уехал. Но сколько еще осталось, которые сегодня в ОПЗЖ, в партии Мураева, в каких-то других пророссийских силах. Они же точно такие, просто они еще не сбросили эти маски. Очень важно об этом помнить, что всем нам, независимо от политических взглядов, языка, на котором мы говорим, они нам желают зла. Они нам всем желают зла и проблем. Вот как эта джурафка, которая это пишет. Очень важно это не забывать, помнить им цену и понимать, почему был важен и нужен Майдан. Поэтому, друзья, давайте обязательно поделимся этой информацией. Распространите это видео. Подписывайтесь на мой канал. Ну а если вы считаете мои блоги полезными и важными, вы также можете поддержать мой канал по тем реквизитам, которые указаны в описании к этому ролику.